Соцработники Южного Урала получат стимулирующие выблаты до конца месяца. По поручению губернатора Алексея Текслера, перечислять их начну сразу же после того, как деньги поступят из федерального бюджета. Хочу напомнить, что мы действительно решение приняли еще до федеральных вводных, понимая, что эта категория, которая занимается социальным обслуживанием населения, в первую очередь в режиме карантина, она тоже нуждается в поддержке, и мы эту поддержку оказали. Федеральные выплаты получат социальные работники, которые ушли на вынужденную обсервацию. В регионе 29 учреждений, в которых на постоянной основе проживают почти 5-5 человек. Дома престарелых и интернаты начали работать в режиме превентивной изоляции. То есть сотрудники находятся там, чтобы избежать занесения и распространения коронавируса. Изначально решили проводить две смены в таком режиме. Сейчас Минсоц рассматривает вопрос о ведении третьей и четвертой смен, которые рассчитаны до 20 мая и 5 июня. Напомню, соцработники на вынужденной изоляции получили и региональную доплату по 17 тысяч рублей вне зависимости от должности. На это из областного бюджета направили более 45 миллионов рублей. Повышенный размер выплат получат сотрудники соцучреждений, в которых есть случаи заноса инфекции. Всего в области таких два. Троицкий дом-интернат и Верхнеуральский для престарелых и инвалидов. Федеральные выплаты соцработники получат до конца месяца, как только придут деньги. Врачи соцучреждений, в которых нет инфекции, 40 тысяч рублей, в которых зарегистрирован коронавирус 60 тысяч. Средний медперсонал 25 и 35 тысяч рублей. Такие же выплаты получат соцработники и психологи. Медицинский персонал 15 и 20 тысяч рублей, технические другие 10 и 15 тысяч. Если сотрудник прервал режим превентивной изоляции из-за болезни, ему полностью оплачивается вся смена 14 дней. По другим обстоятельствам, пропорционально отработанным дням. Кроме того, за работу с пожилыми в период самоизоляции все сотрудники комплексных центров соцслуживания населения получат единовременную региональную выплату 10 тысяч рублей.